Телерадиоканал Страна ФМ, в студии по-прежнему Влад Кутузов. Валерия Майорова, доброе утро всем. Ну и, конечно же, у нас наш обещанный гость, он уже наш родненький, уже узнали его в полной мере, Константин Легостаев, Кость, доброе утро. Привет, доброе утро, Страна ФМ. Ничего, что я на «ты» сразу пишу. А мы решили, что мы будем на «ты», конечно, что будет проще нам. Я, насколько знаю, ты сейчас прям добирался к нам стремительно из аэропорта. Вот только-только-только вообще тютелька в тютельку, все совпало, собрать прилетел, вот я здесь. Пунктуальный человек, потому что иногда люди добираются с соседней улицы, умудряются опаздывать, а ты прям заранее пришел, еще и на грим успел, все-все-все. Откуда ты прилетел? Ты думаешь, из Питера, а на самом деле нет. Я не знаю, откуда. Из Тюмения прилетел сегодня. Гастроли у тебя там? Да, да, да. Ну-ка, поделись впечатлениями. Ну, погода в первую очередь, наверное, тут. Ну, холоднее раз в пять, наверное, чем в Москве. А так город прекрасный, я в нем уже не первый раз. Замечательная публика. А знаешь, как говорят, чем холоднее температура, тем, так сказать, горячее публика воспринимает. Да. Самое интересное, что как в Тюмень я прилетел, когда из Москвы, тоже с утра в ППХ вот так вот на такси еле-еле успел тоже на утренний эфир там. Слушай, а сейчас, получается, часто у тебя вот всякие интервью? И какой наиболее часто повторяющийся вопрос, чтобы мы тебе его сегодня не задавали? Валерий намекает, да, чтобы нам не спрашивать, тебе об этом же. Не выводи тебя. У каждого артиста есть вопрос, который достали всех уже, знаешь, когда спрашивают всегда об одном и том же. Ну, у тебя нормально, у тебя имя, фамилия, обычно о псевдониме спрашивают что-нибудь у тебя вот у тебя. Да, нет. Самый такой вопрос — это «как дела?» «Как дела?» Слушай, Костя, давно хотели спросить, как дела вообще? Да, как дела, да? Отлично. Отлично. Слушай, тебя называют московский петербуржец. Ты родился в Питере, я так понимаю, да? Да, живу в Москве. А ты разрываешься на два города или как-то? Гармонии достиг уже внутри. Ну да, но тем более сейчас добираться так все просто стало. Сапсанчик и вперед. Конечно, конечно. Очень удобно. Слушай, а вот по поводу Москвы, Питера и даже Тюмени. Вот многие артисты, они грешат этим, они куда бы не прилетели, они всегда говорят «Вы самая лучшая публика!» Там, я не знаю, Толияттия самая лучшая, Тюмень самая лучшая, Питер самый лучший. А ты как? Ты вот так вот грешишь этим делом? Ну, это под настроение зависит, как тебя встретили, наверное. То есть как-то от души идет порыв. Зависит, какую энергию ты почувствовал, да, от людей. То, в принципе, ты и лупишь со сцены. Вот и все. Так, значит, я хочу с тобой сейчас вот прям по делу поговорить. У тебя в 2012-м был выпущен первый альбом. Да. И сейчас, насколько я знаю, ты работаешь над вторым. Да. Ну, альбом не знаю, потому что я давно уже хотел выпустить и второй альбом. Но уже несколько лет я выпускаю сингл за синглом, и все. А альбомы как-то так, не знаю. Ну, вообще сейчас такая мода пошла. Ты, знаешь, все приходят, говорят, ну, надо делать синглы, корпоративы, все дела, альбом — это такая длительная работа, концепция. Один раз в квартал я выпускаю новый сингл. Так, вот, четыре месяца я выпускаю сингл. Четыре месяца я сингл. Я сам пишу песни, поэтому мне проще. Не особо и никто не нужен. Ну, знаешь, как артист летом, прошло 20 лет, ну, накопилась песня, теперь можно и альбом выпустить. Да, да, да. А так вот это особо и не горит. Друзья, для Константина, если у вас будут вопросы, они наверняка будут, пожалуйста, оставляйте их на WhatsApp и Viber, плюс 7909-928-189, мы возьмем прямо сейчас небольшую паузу и вернемся к вам и продолжим. Ваши градусы сегодня совпадают или нет, или как? Да, совпадают. Дорогие мои мужчины. Конечно, да. 36,6. 36,6. Температура стабильно хорошая. Константин Легостаев у нас в гостях музыкант, автор песен, певец, исполнитель. Композитор, да, звезда фабрики «Звезд 5». И вообще, как вот еще, ты же еще в кино очень много участвуешь, да? То есть ты закончил, сейчас я тебе скажу, университет кинематографии. А по какой профессии ты закончил? Актер. Актер. Вот расскажи, пожалуйста, мы, понятно, что за музыкой, мы будем очень много говорить про музыку. Расскажи, как актерская твоя судьба складывается на протяжении всего этого времени. Ой, да никак, потому что с кино я сотрудничаю только музыкальным путем. Я пишу саундтрек и к фильмам. Сам Тимур Бекмамбетов очень уважает твои саундтреки, насколько я знаю. Да, 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 но там писал не я, я исполнял там саундтрек. Там особо опасен, по-моему? Ну, а после уже я продолжил работу с одной кинокомпанией, которая сняла вот фильмы «Карпов», сериал «Игра», сериал «Три звезды». Сейчас новый сериал выходит «Неродная», он уже прошел на территории Украины, сейчас вот по телеканалу «Россия». Ну, ты там в качестве автора музыки, да? Да, 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 конечно, конечно. А это музыка инструментальная или это песня все-таки? Нет, нет, это песня, это саундтрек именно, да. Так вот самый момент такой, эти песни, они у тебя где-то вот лежали так в загашнике, да, и они пригодились, подошли к этому фильму, или ты вот пишешь на заказ, то есть ты знаешь, что сюжет такой-то примерно... Ну, 50 на 50, какие-то в загашнике были, но, естественно, все равно под фильм приходится дорабатывать что-то, потому что, когда влезаешь в сценарий, то что-то бывает не сходится, поэтому так корректируешь и все. Ну, я правильно понимаю, что у тебя вот такого затыка в написании песен не бывает? То есть надо, сел, написал. Раз в 4 месяца, хлоп, выпустил. Ну, должно торкнуть, должно что-то торкнуть, и все. А что, например, должно торкнуть тебя? А я не знаю, я очень часто пишу во сне, у меня 50% песен, наверное, приходят во сне. Сейчас, подожди, секундочку, вот здесь подробнее как. То есть это как Менделей в таблице ему приснил? Ну, я вот вскакиваю, да, я научился управлять своими снами, я научился просыпаться в нужный момент, я понимаю, что это песня, я врубаю, что это сон, я заставляю себя проснуться, бегу и записываю просто на гиктофон, напеваю, что. Ну, самое главное, вся музыка, практически весь припев, слова, я запоминаю быстренько. Ты смотри, это у тебя связь с космосом. Это реально работает вообще, на самом деле? Реально работает, конечно, конечно. Нужно как-то собраться. Расскажи, пожалуйста, про управляемые сны еще, а вот, например, ты можешь себе прям вот что-то заказать, какой-то сценарий во сне? У японцев же выходила какая-то таблетка в 14-м году. Это очень трудно, да, там, но со временем как-то я научился, я научился этому, да. Я не знаю, это ко мне пришло еще лет в 18, наверное. Ну, я так, это в форме баловства какого-то это было просто, и все. Слушай, ну это ведь не всем. А потом я это перевел на профессиональное же время. Валерий, нам есть с тобой над чем работать. Сейчас будет разговор только об этом. Ну, это же не всем дано. Подожди, а у тебя есть какие-то вообще еще такие экстрасенсорные способности? Может быть, сбываются сны, может быть, ты предчувствуешь что-то? Нет, 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 в это я не углубляюсь и все. Я вот использую вот так, то, что дальше в это окунаться во все. Не знаю, а надо ли вообще? То есть это больше вот психология и физика, и химия, нежели какое-то... Да я думаю, что я больше запарюсь просто, и все. Зачем терять то, что у меня есть, и все. Действительно, вот запариваться не нужно совершенно. Кость, я о чем хотел спросить? Смотри, возвращайся опять вот к жизни между двумя городами, между Питером и Москвой. Ты как-то их делишь для себя? Где тебе комфортнее, в северной столице или в Москве? Ну, в Питере все-таки больше отдыхать хорошо, наверное. Ну, опять же, и недолгое, наверное, время. Но все-таки Москва. У меня в Москве очень много друзей. У меня в Москве практически вся работа, творчество, там много музыкальных всяких таких тусовок, да, там. Поэтому все-таки Москва для меня, как для музыканта, наверное, все-таки это такой вот мой творческий дом все-таки, наверное, в Москве. Ну, вот смотри, ты в Москве давно уже, да, сколько лет? Ну, с 2002 года. Ну, очень давно, да, уже 15 лет больше даже, да, получается. Ты все-таки сейчас стал москвичом уже, или все равно ты в душе понимаешь, что ты все-таки петербуржец? По ребре калибарду. Я родился питерцем, и я умру питерцем, и все, конечно. А ты вот так сказал про тусовки, ты мне скажи, ты вот прям тусишь капитально, прям ходишь, как на работу до утра, прям там тусовать. Нет, 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 тусовки это не значит там клубиться там. Нет, тусовки я подразумеваю, это на студию приехал, да, там собрались какие-то музыканты, там что-то, общаемся. Вот это вот тусовка. В любом случае это работа какая-то, да, это деятельность. Да, это не колбасня, это работа, это деятельность, да. Ну, Валерий все бы отдохнуть, конечно. Как колбасня, конечно, у Валерии все бы поспать. Прибереги свой вопрос на чуть-чуть, но потом мы сейчас прервемся. Это не вопрос. Ну, давай. Я просто хотела в первом выходе это проанонсировать. Мы должны быстро хотя бы в двух словах проанонсировать, что сегодня у нас премьера клипа будет про холодильник. Да, да, холодильник. И еще нам Константин споет живьем одну из своих компонентов. Да, обязательно все это в ближайшем будущем, друзья. Ну, прямо сейчас уже наконец-таки мы прервемся на 3-4 минуточки и вернемся к вам и продолжим. Константин Легастаев у нас сегодня утром здесь на телерадиоканале Страна ФМ. Кость, доброе утро еще раз. Доброе еще раз. Да что, посмотрите, на него человек, который не спал вообще сегодня. Ну, бодро и позитивно. Бодро, как никто другой, не будем показывать пальцем. Так, значит, у нас есть вопросы. Пока нам пишет Манина Елена, но она пишет очень много, поэтому, ну, нельзя как-то. Тойко обходить. Давайте рассмотрим. Первый вопрос. Касаемо просто нереальной Костины песни «Револьвер», сам трек к сериалу «Неродная» песню уже наблюдаю в некоторых голосованиях. И часто о ней люди спрашивают. Но аудио нигде не выложено, только видеофайл на YouTube. Когда ждать аудиофайл? Да, вообще-то старая песня, новая. Буква, это новая песня. Я говорил, да, там, это к новому сериалу «Неродная», который скоро пойдет. И аудио нигде нет, потому что я еще его не выложил просто, и все. Сейчас официально выйдет песня, официально от компании «Гамма Мьюзик», и уже везде она появится. Ну, на всех площадках, в YouTube и так далее, да, везде ждем? В YouTube, Костя, девайки. Так, а можно я вот еще добьюсь-то, потому что Елена очень долго ждала, пока мы обратим внимание. Значит, Костя, ты стремительно радуешь своими премьерами, просто необходим твой концерт. Как ты считаешь? А вот я с ней согласна совершенно. А она где живет? Не в Тюмени? Нет, случайно. Нет, только в Тюмени. Надо было в Тюмени положить. Вы из Тюмени, откуда вы, Лен? Напишите нам. Ну, а в принципе... Городов много, я езжу много, да, там, но в Питере и в Москве сейчас я готовлю несколько-то с музыкантами. Будет такая большая достаточно программа, поэтому тут раз в месяц нельзя давать такие концерты, я считаю, в таких именно городах. Нет, ну подожди, не раз в месяц, вот прям глобальный какой-то концерт. Ну, глобальный какой-то вот я готовлю, наверное, он будет, скорее всего, ближе к весне. Ну, пока о конкретных числах, цифрах, да, площадка говорить рано еще, да? Да, сейчас вот снег, когда растает... А ты знаешь, снег тает уже сегодня, на улице 0 градусов. Это как после дождиков в четверг, хлоп, и уже пора. Вот только выпало, уже жду, когда растает. Слушай, я хочу еще с тобой поговорить, потому что вот так вот прозвучала очень внушительно фамилия Бекмакбет. Бекман... Бекмамбетов. Я выговариваю обычно, но не сегодня. Да, вообще ведь огромное количество совершенно ярких имен с тобой связано, потому что ты пишешь для Лолиты Милявской. Там, это для кого еще? Где мне подсказывать? Ну, для моих артистов. Баскова песня была, да, у тебя? Ани Лорак, да. Ани Лорак, да. Вопрос в том, что у этих артистов совершенно разная стилистика. Как ты попадаешь в каждого из них? Как вот можно это? Ну, я же говорю, мне сны разные снятся вообще абсолютно. То есть тебе сразу снится Лолит, а? И здесь тоже это работает? Если вы услышите песни, которые сегодня я спою, вы посмотрите клип, и вы услышите песню «Револьвер», то вы меня поймете. Это абсолютно разные песни, и все. Это под разное настроение просто, и все у меня. Вот сегодня у меня такое настроение, я написал такую песню. Сегодня такое, я написал такую песню. А это все-таки плюс для творчества или минус? Потому что вот как бы в одной стилистике получается, ну, не идет течение творчества. То есть оно у тебя все немножко разное. Да, ну, на концерте я исполняю как бы неполный винегрет, да, я подбираю песни, чтобы они были немножечко, ну, в одной стилистике и все. А то, что касается написания, плохо это или хорошо, я не знаю, я занимаюсь своим делом. А там уж людям нравится, не нравится, кому-то нравится одна песня, кому-то другая песня. А к критике ты как относишься? Да, положительно. Прям вот даже вот такая критика, которая... На самом деле, вот я ни разу не видел такой прям критики в свой адрес такой. Любят тебя? Вот ни разу не видел. Любят тебя твои поклонники? Ну, большое спасибо, что уважают. Насильно мил не будешь, как бы, да, там, и я не доллар, чтобы меня все любили. По крайней мере, я, если критика какая-то приходит или в комментариях, или где-то, я никогда ничего не удаляю. Ради бога, пускай. А вот какие-то хейтеры, не побоюсь этого слова, встречаются у тебя на страницах? Нет, 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 нет. Слушай, как хорошо. А я, наверное, из другого поколения, мне кажется. Да ты знаешь, они все поколения. Был бы я помоложе лет на 25, наверное, мне бы встречались, наверное, хейтеры. Да ну ладно, ты отлично выглядишь. У тебя просто какая-то своя такая аура, знаешь, она тебя энергетически от всего этого оберегает. Ну, слава богу, меня окружают хорошие люди. Кость, хочу тебя вот о чем спросить. Этот вопрос мы, кстати, задаем всем, кто сам пишет свой материал. И вопрос один и тот же для всех, но это правда интересно. Для тебя вот написание песни — это какой-то расчет? Есть алгоритм, по которому ты работаешь? Или, вот как говорят некоторые, это магия, которую я сам не могу понять вообще? Да, я не могу понять. Как вот оно пришло? Вот пришло, да, пришло, пришло. А, ну у тебя же смысл еще. Да, я тоже на себя смотрю и думаю, чего ты кутузов, правда? Я хотел уточнить. Напомним, плюс 7909-928-1-89-9, плюс 7909-928-1-89-9, это WhatsApp и Viber. Присылайте, пожалуйста, для Константина свои вопросы, на которые она ответит. Я вот, знаете, дыши, дыши спокойно. Я хотела у тебя спросить, у тебя же новый альбом будет выходить в стиле электронного рокопопа. А как вот это все, ну понятно, что рокопоп-то, он давно уже сочетался, можно сказать, до тебя хотя, в принципе, ну. А вот электронный рокопоп, это как? Электронный? Ну, электронный это аранжировка. Она более электронная, нежели чем раньше у меня были аранжировки. Рокопоп, ну, более рокерские такие у меня тексты, подача, наверное. Ну, поп это популярная музыка, все-таки все равно я отношусь как бы к разделу поп-музыки. Поэтому вот сложилась такая вот тема, электронный рокопоп. Я сам это придумал, сам как бы определил этот стиле. Ну, ты сам как-то разделяешь? Вообще-то у тебя есть разделение? Рок, поп или для тебя есть хорошая музыка и не очень? Ну, наверное, хорошая. Не про свою музыку речь вообще, да? Да, ну, да нет, я особо не разделяю, наверное, музыку. Ну, я понимаю, что и что, как бы, да, там. Но у меня такого разделения нет. Ну, нельзя так сказать на заре твоей карьеры. Но в самом начале у тебя были дуэты. Там гости из будущего, с диджеем, с Мэшем ты работал. А вот сейчас ты какие-то дуэты или совместные работы планируешь? Нет, 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 не планирую. Почему? Ну, у меня вот эти дуэты, которые были, да, они, в принципе, они не специально были запланированы, понимаете? Даже вот последний совместный сингл мы делали еще с певцом Паскалем. Знаем такого. Да, вот мы с ним познакомились, на круизе были вместе, сдружились как-то и вот решили сделать совместный сингл. Я написал песню, и мы решили ее записать, мы записали ее, клип выпустили, все. Как-то вот, ну, само собой как-то получилось, и все. А записывали не в Твери, случайно? Нет, нет, не в Твери. Я знаю, он в Твери постоянно. Он, кстати, вот как я между Питером и Москвой, он между Москвой и Твери постоянно. Я поэтому и просил, да, да, да. Большой привет, кстати, Пашке, если он слышит или в записи услышит. Ну, хотя я позвоню ему, наверное. Ну, что, мы прервемся снова, друзья. Впереди у нас, ну, будем говорить, что премьера клипа сегодня. Такая уже официальная. И, конечно, Костя исполнит одну из своих песен. Все это в самом ближайшем времени. Будьте здесь, доброе утро. Я вся трепещу в хорошем смысле этого слова, потому что сейчас у нас будет живое исполнение. А нет ничего лучше на теле-радио-канале Страна ФМ, чем живое исполнение наших гостей. Вот давай. С утра. Да, с утра. Причем все говорят, мы не в голосе, не в голосе, а потом как начнут, как развернутся, и уже говорят, давай вторую, третью. Ну, давайте буквально через минуточку, потому что у нас время есть еще для поговорить. Так вот я и как раз и хотел. Я же предлагаю прям человеку прямо сейчас петь. Я хочу поговорить о той песне, которую он будет петь. Я знаю, что песня называется «Пускай». Расскажи немножечко историю этой песни. Музыка родилась у меня буквально, наверное, год назад. Выпустила совсем недавно эту песню. Чего, тянул? Тянул? Да, почему так долго? Ну, пока нужно скомпоновать все это дело, записать ее хорошо, подумать, как ее сделать. Как бы покрасивее, как бы получше там что-то. Причесать ее. И вот выпустить в свет уже. Вот она вышла буквально, наверное, месяца полтора назад только песня пускай. Она уже на американских радиостанциях звучит. Ну, есть русское радио. Ну, русскоязычное, да, имеется в виду. Да, 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 да. Там она очень хорошо встала, очень хорошо ее приняли. Душевная? Да, 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 душевная песня. А скажи, пожалуйста, а вот песня, я все равно к рождению песни хочу вернуться, о чем мы говорили немножечко. Это сначала музыка, потом на нее ты уже, да, вот потихонечку наворачиваешь слова. Либо наоборот. Или все вместе это приходит? Все вместе. И все вместе я пытаюсь сначала всегда как-то с припева начать, припев написать. Самое главное, что? Это вот четыре строчки, которые будут в припеве. А вокруг их уже будет все это крутиться. Слушай, а я вот именно хотел про процесс того, как ты являешь свое творчество людям. То есть у тебя нет такого, знаешь, творческого невроза из разряда. Нужно сейчас, вот сейчас время для этой песни, потом уйдет, она будет не модно. Или наоборот, пока не время нужно тянуть. Как ты вот, какими дозами выдаешься? Зайдет, не зайдет, да, вот эта вся история. Нет, раньше я суетился, надо быстрее, быстрее, быстрее. Потом я понял, что спешить не надо, но надолго на полку я не кладу. Как бы если я песню написал, если я понимаю, что все, она готова, ее надо записывать, то максимум через месяц она уже выходит. Я выпускаю ее во что бы то ни стало. А есть у тебя вот эти песни, как счастливые 100 рублей в осенней куртке, когда ты надеваешь, не знаю, на какой-то полке разбираешься, смотришь и песни думаешь, о, хорошо. Нет, хорошие песни я всегда помню, я знаю, что они есть, как бы, да, там, они как бы и на полках не лежат у меня. Ну ладно, сейчас будет хорошая песня. Кость, ну давай уже надевай потихонечку наушники, время пришло, мы месяца ждать не будем, потому что есть удивительная возможность услышать прямо через секунду все это. Давай, объяви песню, как она называется, и мы и поехали уже тогда. Песня «Пускай», премьера «На страна ФМ». Константин Легастаев, все, поехали. Я брошу свои мечты на высоту дождя И где не растут цветы, я буду ждать тебя. Долгие месяцы где-то у лестницы небо открытого. На поворотах дней светлой любви твоей Буду защитой Пускай нет крыльев за спиной Пускай я буду ангел твой Без сна и слез Пускай не веря в высоту Ведут тебя сквозь темноту Дорогой звезд Время понять Если любить Значит любить Век Во временной конфе Такой короткий час Я думаю о тебе Тысячу новых раз К звездам сквозь терни Больно, наверное Если раздетыми Перелетая ночь Ты, как и я, дочь в дочь Песня не спетая Пускай нет крыльев за спиной Пускай я буду ангел твой Без сна и слез Пускай не веря в высоту Ведут тебя сквозь темноту Дорогой звезд Время понять Если летать Значит летать Значит летать Значит летать Пускай нет крыльев за спиной Пускай я буду ангел твой Без сна и слез Пускай не веря в высоту Ведут тебя сквозь темноту Дорогой звезд Время поджить Если любить Значит любить Время поджить Если любить Значит любить Страна ФМ Константин Легас Слушай Ты сейчас порвал вообще все стереотипы Которые у нас были Слава богу связкой не порвался Все делает человек Очень спокойный Умиротворенный С тихим таким голосом Очень громким И говорит такая шоцевическая композиция Будет душевная Такая лирическая Она духоподъемная Откуда оно вообще взялось Вообще как ты берешь эти ноты В конце концов Не выспался еще Мне мама сказала Когда я родился Орал громче всех В палате Она была права Это очень заветно Я не учился никогда и нигде Серьезно? Ты серьезно, Ченкович? Да, ну да Первые мои вокальные уроки Наверное Это под гитару Когда мне было 15 лет Все идет по плану ГО В подъездах Во дворах Слушай, ну ты У препода даже не занимался Никакого вокального Нет, нет, нет Поставить дыхание Нет, нет, нет Слушай, я тебе хочу сказать Что у тебя такой приятный Вот этот вот голос Хрипотцу И я его когда Слышу Он самое главное Обволакивающий Атмосферный Понимаете? Вот когда слышишь песню Как будто куда-то улетаешь Вот в этот самый космос Откуда к тебе эта песня пришла Поэтому, ну потрясно Ну подача у тебя не поп, конечно Ну так Хотя и поп-музыка разная Тоже, как известно Особенно сейчас Да, когда множество С Мишей нестили И так далее Со мной как-то общались Вот некоторые Хорошие педагоги Вокальные Вот, вот слышали Там у тебя вот это Вот тебе бы над этим Поработать То-то, то-то Но я даже не помню Что они говорили Потому что я на этом языке Вообще не понимаю Я да-да-да Машу гривы Типа А сам думаю Да ну У тебя такая же грива Как у меня, кстати Да вы же мои У меня тогда была грива Гривастые Красавцы Кость, забудь про них Конечно, не вспоминай Про этих преподавателей Вообще Не надо их Слушай, ну мне очень нравится Как ты относишься к критике То есть ты принимаешь эту критику Но все равно Она никогда не дает тебе Свернуть с какого-то твоего пути То есть ты всегда вот знал Что то, как ты решил Это и есть правильно Или тебе пришлось Над собой поработать Чтобы мнение лишнее отодвигать Ну, в моих мозгах Полная демократия Ко всему, что происходит Критика тоже должна быть Как и для певцов Как и для политиков Для всех Должна быть критика Они должны все это слышать Понимать И делать свои выводы Я свой вывод делаю Что я занимаюсь своим делом И я иду Нормальным, правильным путем Для себя, по крайней мере Кстати, по поводу твоего дела У нас же сейчас уже Прямо вплотную подходим к моменту Когда будет премьера твоего клипа Клип называется «Холодильник» Да вот сейчас, наверное Давай мы его прямо сейчас посмотрим А потом мы его обсудим Потому что у меня есть вопросы По этой песне У меня тоже Мы ее услышали буквально В конце прошлой недели Впервые Когда она к нам встала Давайте прямо сейчас будем смотреть И слушать песни «Холодильник» Константин Легостаев На телерадиоканале «Страна.ФМ» Поехали Кто не верит в любовь Тот пустой холодильник Кто не верит в любовь Тот пустой холодильник Замерзаешь Чай холодный Со льдом допиваешь Закрываешь Свои шторы Чтоб не было света Понимаешь В одного уже не полетаешь Не сыграешь В эти карты Без сказы Контрольный пакет Акции любви Он где-то внутри Тот кто не верит в любовь Тот пустой холодильник Тот кто не верит в любовь Тот пустой холодильник Холодно в сердце Холодно в душе Холод внутри Холод снаружи Тот кто не верит в любовь Тот пустой холодильник Бесконечно Одиночество В рамках бетонных И нет смысла Повторять те слова Что не в тему И по встречной Ты несяшься От танцев бессонных Только числа Дни недели И пустота Контрольный пакет Акции любви Он где-то внутри Тот кто не верит в любовь Тот пустой холодильник Тот кто не верит в любовь Тот пустой холодильник Холодно в сердце Холодно в душе Холод внутри Холод снаружи Тот кто не верит в любовь Тот пустой холодильник Константин Легасаев У нас в гостях человек Совершенно феноменальным мышлением Вот скажи пожалуйста Почему пустой холодильник Почему не сложенный диван Почему не сломанная плита Почему пустой холодильник Потому что так родилось У меня эта песня родилась Вообще Очень быстро Именно с фразы Тот кто не верит в любовь Тот пустой холодильник Вместе с музыкой Сразу и все И вокруг этого Уже я раздул Скажи а есть ли вот эта Какая-то психологическая Потоплека из разряда Что человек Отсутствие любви Заедает лишней едой Вот чтобы эту пустоту Как-то Нет-нет Здесь с холодильником Нет в принципе Ничего общего Просто Пустой Потому что душа пустая Почему холодильник Просто холодное сердце Слушай мы эту песню услышали Не про еду что ли вообще В пятницу или в четверг Как говорил на прошлой неделе В конце И мы даже решили Шутили Что в принципе Тебе можно поставить памятник Как единственному артисту Мне кажется В мире Который спел про холодильник До этого прецедентов Не было никогда Группа КАС Несмотря на то Что это аллегория Но вот так вот Трогательно только ты Понимаешь Они там смеялись над ним А ты Слушай кто эти девушки Которые в клипе снимались Вот Мы чуть за кулисами поговорили Расскажи пожалуйста Это замечательные девчонки Которые очень мне помогли Они спасли Можно сказать клип Они Значительную роль сыграли Даже Я там так просто пою И все А это девчонки Это питерские красавицы Которые ездят Выступают На каких-то показах Они профессиональные конечно Это не просто девчонки Потому что Если бы По кастингу пришли бы Они стеснялись бы Наверное Все Они профессиональные Они умеют смотреть в камеру Они как бы Это была твоя идея Или это режиссер клипов Это моя идея была Да И без всяких комплексов Без всего Просто По честному Естественно абсолютно Все там По честному Прям все получилось Скажи пожалуйста Получается ты вообще Вот прям артист полного цикла Ты сценарий для своих клипов Пишешь самостоятельно Ну мне главное Идея и все А самое Потом уже Ну сценарий там Можно как-то доработать Все Самое главное Это что в принципе В клипе в любом Можно отснять Очень качественное видео Все Но если нет какой-то фишки Которая вот Запомнится После которой Не будут люди спрашивать А почему ты решил Что вот так Вот вы же меня Спросили А почему У нас холодильник Вот А потому Это для того Чтобы вы спросили Меня об этом Слушай Ну теперь будет У журналистов Два вопроса Твоих любимых Как дела И почему холодильник Готовься На ближайшие полгода Это 100% Или вариант доброты Как дела в холодильнике Костя Слушай У нас не так много Времени остается Хочется как-то Вот мы всех уже Потихонечку начинаем Готовить к Новому году Какие итоги 2018 года уходящего Ты можешь для себя подвести Что ты планировал Чего ты добился Какие вот такие цели Переносятся у тебя На следующий год И вообще хороший год Для тебя был 18-й уходящий Очень тяжелый был год Конечно Очень тяжелый Но В творческом плане Да там Я написал Достаточное количество Песен И Вот Вторую песню Уже сейчас буду Клип снимать В запасе у меня еще Очень много Многое надо сделать До Нового года Еще надо успеть Многое сделать А осталось-то Всего-то там 20 дней каких-то Слава богу Все хорошо Это клип на песню Которую ты пел сегодня Да? На нее Или другая Нет-нет-нет На другую уже Ну на какую Приоткрой завязывай Не могу сказать название Потому что вокруг него Все крутится Да что же это такое Да Я все анонсы Все даю В своих соцсетях Которые я веду сам Инстаграм Вконтакте В фейсбук Да мы может хотели Напроситься сниматься В клипе у тебя Понимаешь А ты вот так вот Ну если интересно Так я после эфира Тебе скажу Ладно А давай Выпускаешь новые клипы К нам сюда Мы здесь встречаемся Утром через какое-то время И тогда уже Будет традиция Слушайте у вас осталось Буквально 30 секунд Назови у тебя Аккаунт в инстаграме Чтобы тебя люди Прямо сейчас могли найти Подписаться Константин Нижнее подчеркивание Легостаев Все очень просто Более чем даже И группа Вконтакте Кость С наступающим Новым Годом Уже можно поздравляться Спасибо что пришел Удачи в творчестве Вообще везде И приходи к нам еще Спасибо и вам С наступающим Хорошего Нового Года И хорошего Спасибо огромное Константин Легостаев Был у нас сегодня в гостях Ну и мы с вами прощаемся До завтра Валерия Майорова И Влад Кутузов Пока Счастливо Счастливо